И вновь здравствуйте! Прошло несколько дней, выходит следующий выпуск ЖИШИ, а мы абсолютно не изменились даже то, что на нас. Мы так и просидели здесь пару дней для того, чтобы вновь преподать урок литовскому кукловоду Андреюсу Марковосу и всем вам. У вас, скажем, проверить знания белорусской мовы, а Андреюса Марковоса обучить, подтянуть, так сказать, чтобы он поднаторел. Вот такие я все слова спот-под. Включить, пожалуйста, свет, Андрей, давайте начнем. Конечно, Евгений. Так легче. Ой, сразу. Так легнее, по крайней мере. Да-да-да. У меня просто здесь... Бук, мой бук, что значит книга. Она бумажная. И первое слово на сегодня. Все как обычно. Андрей читает белорусские слова, пытается понять, что они значат. Дик. Дик? А что ты хохочешь? Дик. А что такое дик для меня этого? Дик? Что это? Это нервный дик? Дик. Дик. Это дик. Саечка. А я думал... Дик за непослушание. Поехали. Да. Та я сразу варианты. Конечно. Там нечего тянуть, как говорится. Дик. Это психованный человек. Такой бесноватый. Не псих, а бесноватый. Вот идет по деревне, в колокольчик звенит и лает на всех. Это дик. Это дик. Дик. Вот. Бесноватый человек. Хорошо. Дик. В белорусской мове дик это лысина. Лысина. Вот такая лысина. На голове вырос дик. Это прям звучит шикарно. Вырос дик. Дикоголовый это называется. Дикоголовый. Да. Но это не просто лысина. Здесь для примера моби. Ну, потому что моби дик у меня такая ассоциация. Вот. Но это когда у тебя лысина не от того, что ты стрижешься, а от того, что она появилась. Плеж. Во, во. Плеж. Да. Плеж. Дик это плеж. У меня цудованный. Это и притшасон, а ли там есть дик. Короче, дик это плеж. Плеж и головой. И третье слово. И третье слово. Дик это дикий кабан. А где прям дик? Дик. Потому что у белорусов дик пик. Это когда ты женщине. Да. Ты смотришь фотографию. Дик лысины свои. Да, лысины свои. Дикого кабанали свои лысины. Ты пишешь, милая, хочешь видеть мой дик пик? Дик пик. Там даже дик пик. Дик пик. Вот, смотрите, белорусы, пользуйтесь этим. Потому что, ну, говорят, что вот эти ужасные мужчины, там, женщины иногда жалуются, что им где-нибудь в фейсбуке с ними знакомятся турки и шлют им дик пики. А белорусы, когда шлют дик пики, вот прям смотришь и в лес хочется. Вот максимум. Или... Вот это, конечно, подсказочка сейчас была. Дик в лес хочется. Кабан? А, блин, я спалился, да? Да. Для тебя спалился, ладно. Но тут, мне кажется, можно было догадаться. Нет, я думал, что лысины, на самом деле. Да? Ну да, не знаю, потому что ты кабан. А ты обратил внимание, как классно было вот моби и дик потом. Моби-дик получился, да. Я просто представляю, как тебе такой, посмотри на мой дик, и ты, наверное, взгляд поднимаешь выше немножечко. Да? А дик это белорусский кабан. Белорусский кабан. Блин, дикий кабан по-белорусски. Просто, подожди, дикий кабан будет одним словом дик просто? Да, очень коротко. Очень коротко и понятно. А как дикий кабан будет на... Не спрашивай меня. Вепряс? Нет, нет, нет. Вепруня? Нет, нет. Пепперони? Это пицца. Следующее слово. Абцас. 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 А что тебя смущает? Абцас. Есть такие слова? Абцас. Абцас. Ну, это значит, это... Это абцас, например, вы купили новую вещь какую-нибудь, пришли в семью и говорите, сейчас нужно его абцасать. Да, вот новую вещь. Интересный вариант. Абцасать на айфон? Ты вот это мешаешь? Абцасать на айфон. Смотрим на абцас. Итак, абцас. Вариант номер один. Абцас это начес. Абцас. Начес, да. Я вот здесь, конечно, больше похоже, что кебаб у женщин на голове грелится, да. Из Эдзика. Из Эдзика, да. Но в целом это абцас, это начес. 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 Вот так вот поставил себе, обчесал и с начесом пошел. Абцас номер два. Это абзац. Абзац очень просто. Абцас снова. Абцаса получается. На русском, да? Ну, просто на белорусском лучше звучит это. И абцас это каблук. А человек под каблучник, соответственно, под абцасник. Абцасник. Потому что, ну, чтобы пяточка не обтесалась, ты каблучки подбивали под ботиночки. Очень логично звучит. Знаешь, я, наверное, выберу это слово. Да, это как раз-таки каблук. Господи боже мой! Вы представляете? Наконец-то. Наконец-то литовская логишка дошла до белорусских слов. Да, абцас это каблук. Ой, смотри, что я умный, да? Такая пришла к обету на абцасах. И под абцасник у нее обязательно есть. На абцасах. А как каблук на литовском? Кулнос. Ну, так мы же лучше на абцасах, чем на кулносах приходить. Как это так? Идем дальше. Следующее слово. Пожалуйста. Дрот. Не о-дрот, а дрот. О-дрот. Дрот. Дрот. Ну, слушай, вот это тоже на новый айфон. Тоже на новый айфон. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Значит, дрот это бормашина стоматологическая. Потому что что? Дротить зубы. Да. Ну, потому что дантист это кто? Это доктор, который во рту что-то делает. Д-рот. Дрот это его инструмент. Дрот. Окей. Дротить зубы. Пришел, вот тебе треба перодротить все зубы, бы ты давно не был у этого. О-о-о, зубного. Дрот. Это колючая проволока. Колючая проволока. Колючая проволока. Дротский рот. Два слова. И просто дрот мужской. И просто дрот. Окей, да. Просто дрот. Потому что, ну, я могу тебе открыть, есть такое в белорусском языке выражение, может быть, это про это. Но в детстве все говорили, что у нас такая шутка была «Народиться за дротом». Может быть, это значит именно на колючую проволоку. Да, это за дрот, это прям подсказка, я буду сейчас думать об этом. Думай об этом, да. И дрот – это окоп. О-о-о. Но очень важно, обрати внимание, окоп, есть окоп, это такой, это русизм, который вот пришел на русский язык. А дрот – это когда ты обкапываешь чуть-чуть для себя. Ну, это как могилы вот эти солдатские. Очень похоже на то место, где мог бы лежать за дрот. Да. Ну, это очень важно. А командир одного человека? Рыем дрот, и все себе роют маленький окоп. Ну, очень похоже на самом деле. Я дрот. Дрот. А проволока – это вот колючая проволока или это любая проволока? В целом любая, но чаще колючая. Чаще колючая дрот. Ну, я всегда думаю так, что колючая проволока – это довольно-таки новое, новое выражение, относительно новое выражение, и оно… Ну, проволока, проволока. Объединяет два слова. Ну, колючая проволока – дрот. Просто один словом дрот – странно, поэтому я думаю, что это будет окоп. Оков, типа, за дротом, за дрот. В дрот. Борьба за дрот. Борьба, битва за дроты. В общем, ты все правильно вот это вот размышляешь, только дрот действительно, это не только колючая проволока, но и проволока, и даже провода так называют иногда. Вот мой дед всегда говорит, подай мне дрот. Это, ну, все зависит от того, где ты находишься. Если где-то рядом с этой свиньей, ну, не с диком, а с обычной свиньей, значит, надо дать ему проволоку, чтобы он колючую проволоку ей в нос засунул, чтобы она не рыла подкопы у себя в сарае. Ой, я это вживую, это вообще, это просто катастрофа, потому что все деды, вообще, все наши деды, они маньяки-садисты просто. Не-не-не, я сейчас расскажу, как они кровь пьют из груди. Ну, ладно. Вечера. Вот. А, шутка такая ходила, мы все время там, вот, в детстве говорили. Ну, скажи, я родился за проволокой. Она родился за дротом, а? Ха-ха. Да, она очень веселила. Да, она родился за дротом. Короче, дрот это проволока или провода?